В Тбилиси открывается литературный фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Он родился на грузинской земле 7 июля 1893 года и весь текущий год проходит под знаком памяти великого поэта. Встречи писателей, поэтов, журналистов и литературоведов проводятся по инициативе российского журнала «Дружба народов» при поддержке фонда «Русский мир», при активном участии Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб». В фестивале, который продлится до 11 октября, принимает участие писатель, главный редактор «Дружба народов» Александр Абанаидзе, поэт, заместитель главного редактора «Новой газеты» Олег Хлебников, поэтесса и писатель, автор повести «Последний день» Лили Брик Анна Саэт-Шах, а также президент «Русского клуба», генеральный директор знаменитого Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова Николай Свинсицкий. Он и расскажет о масштабном праздновании года Маяковского в Грузии и о программе фестиваля. Как вы знаете, в июле месяце мы провели очень крупный международный русско-грузинский поэтический фестиваль, на который собрались известные поэты, более чем из третий стран мира. И основным событием нашего фестиваля стал юбилей Владимира Маяковского, который родился в Грузии, в поселении Багдади. И это было эпицентром нашего фестиваля. Но на этом мы не закончили праздновать юбилей великого поэта. И сейчас в Билиси находится группа из пяти литераторов московских, возглавляемая главным директором журнала «Дружба народов» Александром Айбанаидзе, которая проводит цикл лекций для студентов и профессорского преподавательского состава Тбилисского университета. Завтра они отправляются в Кутаиси, где встретятся писательской общественности в Кутаиси, творческой интеллигенции, выступят в гимназии, в которой обучался Владимир Маяковский. Затем эта группа переместится в Батуми, где выступят с несколькими лекциями и новыми сообщениями о Маяковском в Батумском государственном университете. Сейчас в эти минуты идет встреча в Союзе писателей Грузии, где собрались грузинские писатели, поэты, члены литературных объединений. Довольно большой такой представительский состав, человек 300, и встречаются с нашими московскими гостями. И сегодня в Доме писателей Грузии проходит презентация специального номера журнала «Дружба народов», посвященного 120-летию со дня рождения Маяковского, где переводчик Нино Кокасадзе представила новый литературный перевод поэмы «Облако в штанах». Пресс-конференция, посвященная фестивалю, называется «Символический Владимир Маяковский как культурный мост между Россией и Грузией». Вечером на сцене театра имени Грибоедова состоится показ спектакля «Холстомер. История лошади». Президент русского клуба Николай Свинтицкий признался, что все эти мероприятия не состоялись бы без участия фонда «Русский мир». Я должен сказать, что вот эта поездка состоялась благодаря участию фонда «Русский мир», который профинансировал эту очень важную сегодня обыскал акцию. Крайне важную, потому что на фоне каких-то совершенно непонятных конфликтных отношений, когда на границе с соседей каждый день строят все ограды из коричепроводки студенчества, встречают русских писателей. Вы понимаете, это феномен, вообще непонятно, это вообще как-то напоминает немножко театр абсурда, но между тем это там, и это прекрасно, это надо приветствовать, понимаете. Вот любая такая встреча, любой привет представителей русской интеллигенции, тем более талантливой русской интеллигенции, это, конечно, рука протянутая нашей интеллигенции. Это рука мира, рука дружбы и огромное дело, потому что что бы ни случилось, и как бы иногда не ошибались политики, я думаю, что искусство спасет все-таки мир, культура, литература, и такие поездки, и приезды, и такие встречи крайне важны. Но надо все делать для того, чтобы было как поезд. Знаете, поезд ходит в две стороны, потому что если мы ходим в одну сторону, это тупик. Надо, чтобы чаще в Москву, в другие города России приезжали представители грузейской интеллигенции, артисты, писатели, поэты, художники, и вот эти контакты только помогут нам понять друг друга и общаться, поскольку мы христиане, единоверцы, православные христиане. В основе нашей культуры, литературы, поэзии лежит понятие, которое называется «любовь», и вот это мы должны постоянно развивать с помощью таких дат, как юбилей Маяковского, в следующем году мы планируем Лермонтова, Гоголя, и мы это будем делать, потому что основной деятельностью нашей организации, которую называют «Русский клуб», мы не «Русский клуб» в Грузии, а мы «Русский клуб» для Грузии. И вот когда придет это понимание у наших коллег, все будет хорошо. Завтра участники фестиваля посетят родину Маяковского, город Багдаде в Западной Грузии, побывают в доме музея Владимира Владимировича, который восстановлен силами организации «Русский клуб». Только это одно из множества важных дел, служащих поддержанию нормальных, крепких дружеских отношений между Россией и Грузией.